Дагестанцы массово переходят на безналичную оплату. Российское дерево года с дагестанскими корнями. Платан из Дербента стал главным древесным символом страны. И теперь будет соревноваться с лучшими ветвистыми исполинами Европы. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурат Ахмедов. Накануне глава Дагестана Владимир Васильев с рабочей поездкой побывал в Кизляре и посетил Кизлярский электроаппаратный завод, который в последние годы занимается производством лифтов. В месяц здесь собирают свыше 30 таких современных подъемных устройств. Объемы производства здесь в текущем году выросли в 5,5 раз по сравнению с 2019 годом. Производственные мощности намерены наращивать еще, есть спрос и продукция востребована. Глава Дагестана осмотрел производственные площади концерна «Кэмс», цеха изготовления и сборки металлоконструкций, корпус для производства летательных аппаратов. Промышленное производство в регионе развивается активно, отметил глава республики на встрече с коллективом предприятия. Чем важна эта тема для нас сегодня? У нас около 1300-1300 лифтов, которые сегодня эксплуатировались. Из них на сегодня срок уже подходит, и надо думать о замене. Это сколько лифтов в Москве? Свыше 700. 738. Думайтесь в эту цифру. 738 лифтов подлежат перспективе замене. Вы слышали, и в Москве какие-то лифты срывались, какие-то отказываются. Это безопасно. Ну, динамично развиваемся. Благодаря, естественно, Владимиру Абдулевичу, вашей поддержке местного производителя, мы растем. Это факт налицо. А в чем поддержка, расскажите. Поддержка... Вначале трудно было в регионе реализовать, доказать, что это качественные лифты. Это соответствует всем нормам, всем стандартам качества. У вас сейчас локализация какая, вот вы говорили? Сейчас локализация где-то 60%, но мы хотим... А была до этого? Была 30-40% в начале. Но с начала года... Вы понимаете, о чем говорит директор? Что это все комплектующие турецкие, итальянские, китайские. Понимаете, да? Мы этого не производили еще недавно. Вот сейчас они уже производятся. Ну, вообще... На 20% больше уже, да? Больше, да, на 20%. 34 миллиарда рублей выделят на улучшение электроснабжения в Дагестане. Об этом сообщают в правительстве республики. Своё обеспокоенность состоянием электросетевого хозяйства выразил министр строительства и ЖКХ республики Малик Баглиев. По его словам, основные мощности данного комплекса вводились в 60-е и 70-е годы прошлого века. На сегодняшний день сети и трансформаторы изношены, появляются дефицитные центры питания. Возникают перегрузки, особенно в отопительный период. Компания Россети Северный Кавказ уже разработала программу повышения надежности электросетевого комплекса. Она обойдется региону в 34,5 миллиарда рублей. С середины августа проект находится на согласовании Минэнерго России. И к другим темам. Сбудоражившая республику недавно история с побегом заключенных на неделе достигла финала. Шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников были задержаны сотрудниками уголовного розыска в Калмыкии. Помощь силовикам в поимке беглецов оказал пастух. Напомним, что 23 сентября шесть раз заключенных сбежали из колонии строгого режима в поселке Шамхал. По данным официального источника ВМВД, они сбежали по самостоятельно вырытому тоннелю. Четверо из них были приговорены к длительным срокам за наркотики, двое за убийство. Все меньше денег жители республики держат в кармане. За полгода дагестанцы совершили безналичные операции более чем на 19 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России в Дагестане. Жители и гости республики оплачивали банковскими картами товары, работы и услуги. Так, объем безналичных операций вырос на 65,9% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Количество операций по снятию наличных в регионе, напротив, сократилось. Дагестанцев все больше привлекает бесконтактная оплата. Росту ее популярности в республике послужили ограничительные мероприятия в период пандемии, отмечают в региональном отделении Банка России. В сфере транспорта та же динамика. 18 тысяч махачкалинцев воспользовались безналичной системой оплаты проезда. Такие данные за сентябрь текущего года приводят в администрации махачкалы. Напомним, что новая форма оплаты проезда стала доступна для жителей города впервые. Оплатить проезд теперь можно с помощью банковских и транспортных карт, а также смартфонов и смарт-часов, в которых установлены сервисы для бесконтактных платежей. Кроме удобства, нововведение еще и выгодно для горожан. При оплате проезда в троллейбусах с помощью карты практически любого банка пассажиры получают скидку – 3 рубля. В будущем планируется ввести такую систему не только в троллейбусах, но и во всем общественном транспорте столицы. Проблемы безопасности на дорогах по-прежнему в центре внимания. Начальник управления ГИБДД по Дагестану Александр Шалагин посетил муфтия республики шейха Ахмада Афандей. В беседе с духовным лидером Александр Шалагин отметил, что за последние дни произошло немалое количество аварий со смертельными исходами. Грубо говоря, за 10 дней, то есть у нас такие два периода острых, это выходные. Так что прошлые выходные, воскресенье, у нас ребенок маленький, годовалый. И вчера опять двое деток. И трое из детей, все по году. Мамы, женщины везут детей или на руках, или на сиденье, вот как вчера. Оба ребенка вылетают, все взрослые живы, дети умерли. Это первый вопрос. То есть обратиться, если есть возможность, с вашей помощью, именно вот с таким, я не знаю, наверное, к женщинам, что ли, как-то, или как правильно. Вы, наверное, лучше знаете, подскажете, через кого донести до нерадивых молодых. Если водители добросовестно будут относиться, этого бы не было. Потому что вот эта женщина, ее сажает он. Он разрешает ей сесть. И сказать, требования вот такие, вот такие. Если не будешь выполнять, будь добра, останься дома. Также одним из важных вопросов, которые обсудили в рамках встречи, стало вождение в нетрезвом состоянии, которое зачастую влечет за собой трагические последствия. Председатель Совета Алима в Дагестане заверил, что богословы республики в своей просветительской деятельности будут обращать особое внимание верующих на важность соблюдения правил дорожного движения. В Дагестане открылась выставка «Память поколений». Посвящена она 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция уникальна по своей концепции и масштабам. Она включает в себя более 200 картин отечественных художников 20 века, которые наравне с солдатами отправились на фронт и, находясь в окопах, изображали на бумаге и холсте войну, борьбу жизни и смерти. Выставка мультимедийная, все полотна оживают на глазах посетителей. Технологии помогают обеспечить полное погружение в историю и стать свидетелем событий, изображенных на картинах. Вы знаете, более 150 работ отечественных художников скульпторов 20-го столетия, они получили свою вторую жизнь в новом цифровом формате. Это новый взгляд на эпохальные военные события и суроги в родовой гуде. Экспозиция продлится до конца ноября. Увидеть выставку жителей и гостей республики смогут в историческом парке «Россия. Моя история». Главным деревом страны стал древний платан из Дербента. За него было отдано около 40 тысяч голосов. Это почти вдвое больше, чем у его соперника, дуба из Чувашии. Российское дерево года является отборочным этапом ежегодного конкурса «Европейское дерево года». Теперь на международной арене нашу страну будет представлять именно уникальный платан из Дербента. Также ветвистый дагестанец получит сертификат на безвозмездное обследование и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра древесных экспертиз. Отметим, что возраст этого дерева составляет 285 лет. Оно расположено на территории древнейшей в стране Джума-мечети. И печальная новость. Дагестанская литература понесла большую утрату. Ушел из жизни наш друг и коллега Магомед Потахах, известный аварский поэт и публицист, редактор литературного журнала «Дружба» на аварском языке. Человек, влюбленный в свое дело, беззаветно преданный своей родине и культуре, сделавший так много для сохранения родного языка и приумножения дагестанской литературной сокровищницы. Память о Магомеде Потахове навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, ценил его творчество и дружбу с ним. На неделе состоялось награждение участников общероссийской акции «Мы вместе». В числе награжденных – активисты УНФ, волонтеры и журналисты, в том числе наши коллеги. Акция взаимопомощи стартовала в марте. За весь период работы в ее рамках удалось оказать помощь нескольким тысячам жителей республики. В основном раздавали продуктовые наборы для малоимущих и СИЗы для медучреждений. В благотворительные акции приняли участие 10 бизнес-сообществ, 28 общественных организаций и 3000 волонтеров. Награждены были 47 отличившихся волонтеров. Для каждого из них это был бесценный опыт работы. Я работала в красной зоне, получается, в самый пик в начале мая. Больных было очень много. Первое время было очень жутко даже заходить туда. Главная такая сложность заключалась в работе именно в СИЗах, потому что дышать было невозможно. Очки очень сильно потели. Мы, можно сказать, просто на ощупь ставили и капельницы, и инъекции все. Слова благодарности, грамоту и памятную медаль «Мы вместе» от имени президента России получили и сотрудники телеканала НМТ. В период распространения инфекции корреспонденты нашей новостной службы активно вели работу по освещению акций. Новости – это всегда работа командная, коллективная. И если бы не каждая звена этой информационной цепи телеканала НМТ, наверное, не удалось бы так информативно поддержать акцию «Мы вместе». Нам очень приятно, что Общероссийский народный фронт оценил наш труд по достоинству. Акция «Мы вместе» – это на самом деле уникальный проект, который помогает не просто нуждающимся, а именно несет, наверное, какое-то добро и веру в человечество, которую так не хватает нам порой всем. Для многих акция стала не только возможностью помочь, но и объединяющим началом. С учетом успеха акции в Дагестане на базе ДГМУ был открыт волонтерский клуб «Мы вместе», в котором участники продолжат деятельность по оказанию помощи. В период пандемии он убедительно показал, что волонтерское движение в Дагестане есть, оно умеет взаимодействовать с органами власти, с бизнес-сообществом и помогать нашим землякам-дагестанцам. Однозначно эта акция показала намного, для огромного количества дала намного больше, чем материальная помощь. Она дала нам чувство веры в добро, в дружбу, чувство веры в взаимопомощи. И я убежден, что именно благодаря этой акции мы одержали победу. В Дагестане сбор урожая винограда в активной фазе. Всего в этом году аграрные республики планируют собрать порядка 185 тысяч тонн солнечной ягоды. Четверть уже собрали. Затем, как проходят работы в Сельхокарлинском районе, в сельхозкооперативе «Краснопартизанский», следила и моя коллега, Патимат Ханапова. Бескрайние плантации. Более 500 гектаров солнечной ягоды. В селе Краснопартизанск урожай собирают с самого утра. Это командная и слаженная работа. Из инвентаря только секатор и ведро. Остальное – дело навыка и скорости. Пока одни работники обрезают виноградную лозу, другие сортируют. И после уже отобранные грозди грузят в машину. Прямо с плантации они попадают на прилавки магазинов Дагестана и остальных регионов. Именно эта партия отправится в город Мурманск. В этом году, по словам экспертов, виноградный урожай обещает быть хорошим. В этом году хороший урожай винограда мы ожидаем. Лишь столовых сортов на уровне 60 тысяч тонн. Только из этого кооператива уже отгрузили около 3000 тонн винограда. Проблем с урожаем в этом году нет, признаются и сами аграрии. Но есть другие, небольшие, но мешающие работе помехи. Например, нехватка инвентаря. Очень большая проблема в таре. Потому что тары категорически не хватает. Приходится с Краснодара заказывать. А вот вчера тоже не хватило тары. Звонили везде, не было очередя. И пришлось с Краснодара заказать. Она нам почти 58 рублей садится. На сегодняшний день здесь идет отгрузка как столовых сортов, так и технических. Один за одним кузова тракторов наполняются сладким виноградом. Полностью собрать урожай с этих гектаров планируют в течение нескольких дней. Патиман Ханапова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Серго-Калинский район. Оказать содействие в реабилитации и социализации слабовидящих людей. С такой целью дагестанский филиал Всероссийского общества слепых реализует проект «Центр возможностей», получивший в этом году поддержку фонда президентских грантов. Теперь в Махачкале на базе объединения электробыт-прибор инвалиды по зрению смогут обучиться пользованию современными техническими устройствами и электронными приборами. Тему продолжит Курбан Рагимов. Узнать последние новости, прогноз погоды и другую информацию из интернета. Говорящие приборы и тактильные подсказки призваны облегчить жизнь людям с нарушением зрения. К примеру, пользоваться компьютером слабовидящим помогает дисплей Брайля с синтезатором речи. Адаптированные для незрячих тонометры, принтер, проигрыватели, весы и другое специальное оборудование позволяют справляться с ежедневными задачами, экономя время и силы. Все эти технические средства и приборы приобретены в рамках проекта «Центр возможностей». Этот центр позволит инвалидам ознакомиться с этой техникой, научиться им пользоваться и при желании их заказать. Кроме того, здесь работает у нас специалист, который занимается обучением инвалидов по зрению, консультированием, обучением о работе на этой технике. Это не первая идея, успешно реализованная Обществом слепых. Организация ежегодно участвует в конкурсах на гранты главы и президентские гранты. На базе предприятия «Электробытприбор» есть единственный в республике цех, где большинство рабочих – слабовидящие. В данный момент наши работники собирают бельевую прищепку, собирают уголки для пластиковых окон. У нас есть еще участок швейный, это внизу. Мы очень много шьем, особенно в этом году. В связи с этой ситуацией мы активно участвовали в этой программе по оснащению лечебных учреждений, и повязками марлевыми, и мягким инвентарем. Мы очень активно и противочувствуем костюмы, и халаты, и так далее. Работа по созданию безбарьерной среды для слабовидящих будет продолжена. По проекту «Центр возможностей» запланирован ряд семинаров в семи муниципалитетах, а финальным мероприятием весной следующего года станет Северокавказский съезд инвалидов по зрению. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Шоу дронов, розыгрыш призов и звезды российской эстрады. Компания «Киргу» отметила с размахом свое 25-летие на главной площади Дербента. Праздник посетили сотни горожан, гости и около 200 представителей мировых бизнес-компаний. Подробнее в материале моих коллег. 1 октября – радостная и трепетная дата для компании «Киргу». Именно этот день принято считать точкой отсчета в истории бизнес-проекта, имя которого стало широко известно на всем Северном Кавказе. В юбилейный день торговый дом всегда стремится создать особую атмосферу. И этот год не стал исключением. Была организована большая концертная программа в Дербенте. Сильнее всего горожане ждали выступлений, анонсированных заранее звезд российской эстрады. И вот долгожданные гости южной столицы – Наташа Королева и Сосо Павляшвили – появляются на сцене. Наташа Королева и Сосо Павляшвили – «Сосо Павляшвили» Не менее впечатлило гостей праздника и световое шоу беспилотных летательных аппаратов дронов. Такого 3D-представления в небе Дагестана еще не было. На ритмичном чередовании фигур в воздухе, игре цветов и яркости строилась вся драматургия. Сейчас звонили с Дагогней, спрашивают, в Дербенте инопланетное вторжение? Я говорю, нет, у нас просто здесь 25-летний юбилей торгового дома «Киргул». Ваши аплодисменты громче! Давайте все вместе прочтем эту надпись! Раз, два, три! Киргул! За свою 25-летнюю историю торговый дом преуспел не только в предпринимательстве, завоевав лидирующее положение на рынке, но и заслужил общественное признание. Как социально ориентированный народный бизнес «Киргул» регулярно участвует в благотворительных акциях. Вот и в этот праздничный день компания провела розыгрыш бытовой техники. Мы вытаскиваем номерочек первого победителя. Давайте объявим. Я напомню, что диван-кровать номер 22-52. Завершилось грандиозное мероприятие красочным салютом. Отметим, что Дербент в этот день посетили около 200 представителей крупнейших мировых компаний. Это партнеры «Киргу». На самом деле я долго думал, что можно пожелать такому гиганту в плане продаж. Самое главное – сохранить все, что есть. И только приукважать. Побольше хороших партнеров и амбициозных целей. Самые любимые, самые родные партнеры. У нас наше сотрудничество уже переросло в дружбу, в личные отношения. И мы этому безумно рады. История компании началась открытие с Айдбегом Даитовым своего первого мебельного магазина в городе Хасавюрте. В 1995 году он назвал компанию в честь своего друга «Киргу». Это слово в переводе означает «сокол» и символизирует собой уверенный полет компании к новым вершинам. С Айдбега Даитова не стало, но по словам нынешнего руководства, Киргу в компании продолжают следовать традициям, заложенным основателям. «Киргу» – это народная компания. И десятилетия на рынке, они помимо основных своих целевых показателей всегда, мои коллеги всегда стремились быть социально ответственными. Это удавалось. «Киргу» сегодня – это динамично развивающийся холдинг, география которого расширяется с каждым годом. Торговые центры компании функционируют в городах и районах Дагестана – Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Кизляре и Буйнакске. В планах открытие филиалов в городе Избирбаши, Селах, Леваши, Ботлих и Касумкенте. Ватимат Ханапова, Муса Салтгиреев, новости ННТ, Дербент. В Каспийске открыли IT-куб. Это центр образования для детей, где школьники получают знания и осваивают навыки в сфере программирования и информационных технологий. IT-куб открылся на базе Каспийской гимназии номер 11. Торжественное мероприятие посетила и министр образования Дагестана. Подробности в нашем сюжете. Разработка программ «Виртуальная реальность» и робототехника. Теперь в этих стенах царит атмосфера научно-технического творчества. IT-куб открыл перед школьниками новые и очень нужные возможности в современном мире. Ребятам предстоит научиться разработке приложений для телефонов, графическому дизайну и изучить объемную сферу программирования. На первый взгляд, все это кажется очень сложным, но интерес ребят это только подогревает. Я интересуюсь всем, всяким программированием, создаванием игр, и мне кажется, это очень увлекательно. Меня привлекает вся эта техника, компьютеры. Я в детстве в них разбираюсь, в принципе, и поэтому хотел, можно сказать, научиться чему-то новому все-таки. А планету же связывается вот это увеличение с выбором профессии в дальнейшем? То есть программистом станешь или... Ну, скорее всего, как раз таки вот хотел бы. У меня был ноутбук, и я плохо в нем разбиралась. Я подумала, что если я пойду в Атикуб, меня научат всему этому, как им пользоваться. Скорее всего, так. И мне очень-очень нравится техника. Я, мне кажется, буду ходить сюда и обучаться новым системам. Поздравить ребят с открытием инновационной площадки прибыла и министр образования Дагестана. По ее словам, это уже второй центр в республике. А к 2023 году Атикубы появятся еще в трех городах региона. Стоит отметить и то, что обучение в центре бесплатно. За год оно охватит 400 детей от 12 до 18 лет. Прежде чем занять свое место в Атикубе, ученики прошли отборочный этап. Есть у нас партнеры, которые предъявляют особые требования к набору групп. Это Яндекс.Лицей и АйТи-школа Самсунг. Отборы, подготовку пришлось пройти и учителям. Онлайн-обучение в течение месяца они проходили у московских специалистов. Пройдя образовательный курс, молодые педагоги, коих здесь преимущественное количество, лично убедились в том, что программирование – это необходимый навык будущего. Для развития логического мышления, если честно, мы должны развивать и взращивать инженерное поколение. И техническое параллельно. В основном, мы как раз когда работаем с робототехникой, они развивают свое пространственное мышление. Такие АйТи-кубы запускаются по всей стране в рамках нацпроекта образования. Название АйТи-куб не случайно. Как геометрическая фигура имеет шесть сторон, так и инновационный центр имеет шесть основных направлений, осваивать которые ребята Каспийской гимназии номер 11 могут уже сегодня. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. Удивительное сочетание женственности, скромности и стальных рук – это образ современной девушки-армрестлера. Стереотип о том, что профессионально этим видом спорта могут заниматься исключительно мужчины с накачанными руками, сегодня разбивают представители женского полка. Чемпионок России и призеров первенства мира тренирует у себя дома Нариман Магомедов в селе Сагасида и Бук. Подробности – в нашем материале. Сила, скорость и ловкость в этом уютном небольшом зале оттачивают свою технику более 20 юных девушек. Тренирует их Нариман Магомедов у себя дома. Четыре года неустанной работы прошли не зря. На стене висит множество наград – медали, кубки и грамоты, как российского, так и мирового уровня. Здесь все на профессиональном уровне. По спортивному строго делится с нами наставник, начиная с дисциплины, заканчивая одеждой. В этом и весь секрет успеха. Я бы не сказал, что это не женский вид спорта, потому что здоровье никому еще не мешало. Главное, что, я вот так рассуждаю, главное, что девочки выступают в хиджабе раз, это первый принцип. Все делают намазы, это в обязательном порядке. А то, что они занимаются, я думаю, от этого никому плохо не будет. Еще несколько лет назад девушка в хиджабе на спортивном помосте могла бы вызвать шок. Сегодня это обычное явление. Все в большем количестве турниров участницы в платках допускаются правилами. А армрестлинг в этом смысле – спорт для всех, говорят спортсменки. Это в нем им и нравится. Мне нравится, потому что я могу выступать в том виде, в котором я хочу. И больше нравится, потому что меня тренирует мой папа, а не незнакомый человек. Первая ученица Наримана – его старшая дочь Осият. С нее все и началось. Затем он начал обучать младших двух. А после подтянулись и другие желающие. Приезжают даже из других городов. А почему вы захотели, чтобы ваша дочка занялась этим? Честно скажу, что я мечтал всегда о мальчике. У меня пятеро девочек, как всегда и бывает, наверное. Я с надеждой на мальчиков. Ну, шоколад, что Аллах дал девочек таких имена. С виду девушки совсем не внушают страх. Скромные, женственные и доброжелательные. Поэтому я и решилась посостязаться с ними. Но оказалось – зря. Профессионалы обыграли меня сразу, а 13-летним новичкам хватило и пары секунд. Так, может, у меня есть какие-то сильные стороны, чтобы я смогла победить? Или это невозможно сейчас? Победить, я думаю, что вряд ли, но, как вы говорите, пару секунд можно. Пару секунд бы продержаться. А что мне нужно сделать, чтобы я пару секунд продержался? Вам надо поближе встать, это раз. Вот так? Вот так, еще ближе. И потянуть на себя руку, ее руку на себя. Вот в этом плане вы сможете что-то предпринять, чисто удержать. Давайте. Так, гу! Ого, даже секунду не смогу. В составе сборной России по армрестлингу включены 4 ученицы Нариманна. И все это благодаря его любви к этому виду спорта. Государственной помощи, как таковой, нет, признается тренер. Лишь зарплата в 7 тысяч рублей. А на все остальное – это помещения, инвентарии, поездки – приходится тратить свои деньги. Есть, конечно, выделенная земля администрациям села. Собираюсь построить зал. Если найдется человек, какой-то помощь предложить, тоже не отказался бы. В семье Магомедовых половина членов семьи – это армрестлеры, а другая половина – группа поддержки. Вторые перед соревнованиями волнуются больше, чем сами участники чемпионатов. Горжусь, рада бываю, но переживаю, когда выезжаю далеко. А вы смотрите прямой эфир? Нет, не смотрю. Почему? Я переживаю, я не могу смотреть. Собственными силами Нариману Магомедову удалось в этом небольшом селе с Агасидейбук построить практически империю армрестлинга. Кусницу чемпионов. А если бы энтузиазм тренера еще и поддерживался государством, то наверняка успехи были бы еще более впечатляющими. Впереди чемпионат Дагестана после первенства России и мира. Настрой учениц боевой, и они намерены забрать как можно больше золотых медалей. Мечта, чтобы были мастерами спорта, чтобы они были чемпионками мира. И желательно многократными. Патимат Ханапова, Мусас Аладгиреев, новости ННТ, Каякенский район. 125-летие Сергея Есенина отметили в Литературном музее Расула Гамзатова. Ребята из школ Махачкалы и Каспийска прочитали известные стихотворения гения русской поэзии. А учащиеся первой гимназии столицы и актеры театра кукол исполнили стихи и популярные песни на слова Есенина. Кроме того, юные участники литературного клуба «Креатив» прочитали посвящение поэту собственного сочинения. Народные поэты Дагестана также рассказали о влиянии есенинской поэзии на творчество дагестанских мастеров слова. И прочитали свои переводы стихов мастера. И это главное, о чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова